Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите православные верующие отметили крещение Господне. Ветерану Великой Отечественной войны Евгении Владимировне Белоноговой исполнилось 100 лет. Вот это поздравление, это письмо, примите, пожалуйста. Видновский танцевальный клуб «Фокус» стал призером престижнейшего соревнования «Кубок сильнейших». Даже понимая, что мы участники уже «Кубка сильнейших», все равно присутствовало большое количество волнения. Православные верующие отметили крещение Господне. После посещения праздничной службы многие совершили обряд омовения в специально подготовленных для этого купелях. На одной из точек побывала Инга Инчук. В часовне Александра Невского на территории учебного полигона МЧС в Апаренках состоялось праздничное богослужение, собравшее много верующих. Священник Дмитрий Довбыш прочитал проповедь, после чего вместе с прихожанами отправился в крестный ход. Господь и мир вас священник. Видновчанин Александр принимает участие в богослужении не первый год, после чего совершает обряд омовения. В этот раз впервые в крещенских купаниях вместе с ним принял участие его сын Иван. Вот сына взял с собой, семилетнего. Он первый раз тренировался много месяцев до этого, каждый вечер в душе, холодную воду открывает, говорит, поеду с тобой на крещение купаться. После завершения крестного хода отец Дмитрий отслужил молебен и совершил традиционный чин великого освящения воды. На улице минус 8 снегопад, но это не помеха для людей, пришедших совершить обряд омовения. На территории учебного полигона пожарно-спасательного центра оборудована безопасная зона для проведения крещенских купаний. Купание в ночь на 19 января олицетворяет евангельское событие, когда Иисус Христос принял крещение на реке Иордан. Также и православные окунаются в прорубь трижды, сопровождая купание крестным знамением. Для кого-то это дань традиции, для кого-то возможность испытать силу духа и организм. Ведь новчане после купания в ледяной воде чувствуют бодрость и радость. В Ленинском городском округе к празднику было оборудовано девять купелей. На каждой дежурила бригада сотрудников МЧС. В прорубях поручни, подмостки стоят водолазы с МКПСС, Московской службы на воде. Также обеспечено тотальное освещение каждой проруби и пункты обогрева. После омовения в специально оборудованных помещениях люди смогли переодеться, а также выпить горячего чая. Но православного человека в крещении прежде всего согревает вера. «Заставляет задуматься и освежает. Заряжает энергией на следующий день и на весь год. Это даже, наверное, лучше, чем Новый год. Это наш праздник христианский». Александр с сыном после купаний также согревались горячим чаем. Ребенок доволен, что впервые окунулся в прорубь. «Как у тебя ощущения?» «Хорошо». «Понравилось?» «Да». «Еще будешь ездить?» «Да». В Ленинском городском округе 3000 верующих посетили мероприятие по случаю крещения Господня. Несмотря на непогоду, обряд омовения совершили свыше 1600 жителей и гостей округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Светлый праздник крещения свой вековой юбилей отметила жительница города Видное, участница Великой Отечественной войны Евгения Белоногова. Поздравить с днём рождения именинницу пришли заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и представители территориального отдела Центральной. «Вы пример для всех. Я передаю вам слова поздравления от вообще президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот он просил передать вам вот это поздравление, это письмо. Примите, пожалуйста». Евгении Владимировне были также вручены подарки и поздравительные адреса от временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Станислава Катарова и губернатора Московской области. «Есть такая традиция Московской области – подарить замечательному человеку на юбилей, лучшему и дорогому человеку на юбилей от губернатора, вот такой вот Павлова-Пасадский платок. Платок шерстяной, он греет, он очень красивый». В военные годы Евгения Владимировна работала шофером и служила связисткой, шифровала секретные документы для передачи. В «Видном» живет с 1997 года, куда переехала вместе со своей семьей. Виновница торжества прекрасно выглядит, много общается, шутит и не изменяет своему хобби, шьет и вышивает декоративные салфетки и сумки. «Это кто делал? А расскажите, как? Приходите, я вас научу». «Приду обязательно. А чем вы вяжете? Крючком?» «Крючком. Вяжешь основание, потом идешь вот такими петельками». Яркая, нарядная. Глядя на Евгению Белоногову, трудно поверить, что ей исполнилось 100 лет. Видновский танцевальный клуб «Фокус» стал призером престижнейшего соревнования «Кубок сильнейших». Это уникальный проект, организованный под эгидой Всероссийской Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Сколько ребятам пришлось приложить сил, чтобы войти в число призеров, узнал Максим Козлов. «Ручки до конца, в сторону, линия, и линия, и два, и три». За изящными движениями огромный труд, ежедневные многочасовые тренировки. В словосочетании «танцевально-спортивный клуб» именно слово «спортивный» имеет решающее значение. «Мы зарегистрированы в Федерации танцевального спорта России, в Союзе танцевального спорта Московской области. С 2016 года и спортсмены являются официальными представителями нашего региона, получают разряды мастеров спорта, кандидатов в мастер спорта и, соответственно, и другие». «Танцевально-спортивный клуб «Фокус»» был организован в 2016 году. За это время здесь смогли обучиться танцам порядка 600 человек. Воспитано несколько спортсменов международного класса. «Иногда бывает жестко, бывают болят мышцы абсолютно все, бывает усталость постоянная, бывает все, но мотивация для любого спортсмена – это его результат на соревнованиях. Поэтому дети понимают, чем они жертвуют. Практически все свободное время дети проводят в зале, тренируются ради результата». Теперь в копилке наград танцевально-спортивного клуба «Фокус» еще один трофей. Второе место в престижных соревнованиях «Кубок сильнейших». Название говорит само за себя. В уникальном проекте после жесткого отбора приняли участие лишь 16 лучших российских команд. «Даже понимая, что мы участники уже «Кубка сильнейших», все равно присутствовало большое количество волнений». «И как с ним мы боролись?» «Никак. Старались поддерживать друг друга и все». Войти в тройку призеров нашим ребятам помогла не только подготовка, но и воля к победе и искренняя любовь к тому, чем занимаешься. «Танцы – это моя жизнь. Я живу этим процессом. Я не могу без танцев. Всегда прихожу на тренировку с удовольствием. Мне нравится заниматься. Физическая нагрузка, атмосфера. Вот все просто». Участники показали свое умение в различных номинациях. По итогам соревнований в командном зачете винновчане взошли на вторую ступеньку подиума. «Все очень ответственно подошли к мероприятию. Никто даже близко не подошел к этому спустя рукава. Все были стопроцентно готовы. А то, что не выиграли первое место, мы проиграли очень достойной команде. И очень-очень-очень достойную команду мы выбили в полуфинале, попав в тем самым финал. Поэтому будем дальше работать, чтобы в следующем году выиграть». И можно быть уверенными, и ребята, и их наставники приложат для этого все усилия. Танцоры клуба «Фокус» – неизменные участники различных городских мероприятий, что также помогает поддерживать спортивную форму. Кроме того, клуб ведет активную работу в социальной сфере. «В рамках дополнительного образования любой ребенок может заниматься совершенно бесплатно. А также мы помогаем детям, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Эти занятия проходят совершенно бесплатно. Поэтому мы приглашаем всех с удовольствием в нашу семью танцевальную». «Оценить мастерство спортсменов из клуба «Фокус» жители Ленинского округа смогут на чемпионате Московской области по танцевальному спорту, который пройдет 27 сентября во дворце спорта «Видное». «Видное! Видное!» Ленинского округа в жилом комплексе «Зеленая аллея» наполнена не только книгами, но и творческой атмосферой. В ней регулярно проводят разные занятия. С октября прошлого года открыли арт-студию для детей от 5 до 7 лет. Занятия проводит дизайнер Анна Титова. Под ее руководством дети делают поделки из пластилина, рисуют картины, делают иллюстрации и аппликации. Здесь дети творцы, мы просто их поддерживаем. У нас нет плохих работ, некрасивых работ. Все классные. Соответственно, ребенок накапливает знания, умения и обязательно где-то выстрелит в творческом плане. Такие занятия помогают детям развиваться интеллектуально, эмоционально, творчески и социально. Благодаря урокам ребята могут научиться работать в команде, а также расширить кругозор, улучшить память, навыки общения и концентрацию внимания. Родители, чьи дети посещают арт-студию в библиотеке, благодарны организаторам творческого досуга. Сам преподаватель очень симпатичная. Она творческий подход к детям, она очень добродушная. Ну и то, что она делает с детьми, очень красиво, поэтому мы здесь. Плюс ко всему, само место, оно тоже располагает и к творческим занятиям. Вот такая атмосфера, тут и книги стоят, очень уютно, и руководитель тоже. Ну то есть очень спокойно, мило, приятно, поэтому мы здесь. Ребенок всегда получает удовольствие, поделки красивые приносят. Соответственно, мы всегда этому очень радуемся. Библиотеки в наше время – места, которые наполнены общественной и социально-культурной жизнью. В них и дальше будут проводить интересные занятия для детей и подростков. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно интересно провести выходные. Начать активно субботу 20 января можно будет в парке «Опаренки», где состоятся бесплатные любительские забеги и заезды на лыжах в рамках проекта «Непаркран». Сбор в 8.50 утра у деревянного подиума. 21 января в воскресенье в деревне Горки на трассе «Казачий дозор» пройдет очередной этап соревнований по гонкам на выживание. Начало в 12.00. Приходите поболеть за пилотов-экстремалов. А любители спокойного отдыха могут посетить в 12.00 в воскресенье Тимоховский парк. Здесь пройдут множество игр и зимних забав для детей и их родителей. В 16.00 в Расторгуевском парке состоится развлекательная программа «Игры и пляски с клоуном Алексом». Кроме того, здесь пройдут образовательные и творческие мероприятия для самых маленьких. Желаем вам хороших выходных! На сегодня это все. Всего доброго и до свидания!